вчера мы оказались в городе сибилл и вот собственно его на старый центр здесь по-моему вот кроме этого больше ничего нет никаких достопримечательностей посмотрим если найдется парковочное место может быть пойдем погуляем в старом центре платной дороги и нужно оплачивать местными деньгами пластные дороги и дороги и платные нужно венгетку покупать и парковки платные то и другое я думаю типичный старый центр наверное если было бы побольше времени я бы может пошел бы погулял бы но как транзитный город как как транзитная . наверно можно здесь остановиться наверно будет интересно а вот так вот чтобы прям специально сюда я бы наверно не поехал вот они платные я думаю что немного стоит здесь парковка но нужно где-то найти местные деньги а я просто не хочу менять потому что мы наверное сегодня завтра уже будем в болгарии и нам уже болгарские левы лев левы король левов там понадобятся если вы не были никогда в европе и приехали в румынию вам будет интересно посмотреть вот эти вот узкие улочки погулять по старым городам поизучать историю но если вы уже проехали половину европы всего уже путешествуете два месяца по европе то никакого в этом смысла нет мощеные брусчатка и улочки примерно такие города самобытный ну прикольный городочек в принципе можно на один если едете по пути на один день можно приехать вечером погулять здесь мы просто вчера вечером уже приехали пошли в спа пошли в пассеем нам не до этого было у нас там в отеле свои достопримечательности были вот покажу вам еще раз кусочек старого семьи ну да такой конечно атмосферный самобытный там должно быть интересно и обычно вот в таких городах это небольшой город как бухарест старые города они там прям такие ну там мало иммигрантов мало грязь и они прям такие историю несут и они намного мне симпатичнее чем куда-то пойти в больших городах здесь тоже стоянка платная только до 22 то есть после 22 здесь бесплатно как и во многих городах европейских ну еще наверное можно по зонам найти какие-то зоны будут до 8 или даже до 6 платные всего лишь и это очень удобно вы приезжаете в 6 часов оставляете машину и гуляете весь вечер потому что днем жарко гулять а вечером вот после 6 вообще классно и бесплатная парковка плюс ко всему в таких городах румыния классная она похожа здесь на европу здесь как-то все чистенько аккуратненько такая самобытность у них много стоянок бесплатных и ну вот такие города они мне как бы нравятся а куда-то сейчас поехать большой город там будет конечно капец когда мы въезжали из венгрии в румынию там на кпп нас спокойно запустили единственно пришлось чуть подождать пока они поставили печати выезд из венгрии и въезд в румынию но минут 5-10 я подождал максимум и там помимо меня тоже другие люди подождали это именно вот те у кого шенген виза они но должны подождать и то есть мы не делали румынскую визу мы заехали сюда по шенгенской я не знаю как это работает считаются ли здесь не шенгенские или как ну в общем нам вот поставили две печати и мы спокойно проехали и в болгарию тоже мы должны так заехать но я вас предупреждаю у меня у нас были именно мультивизы и то есть там долгосрочные там на три месяца или больше даже еще и соответственно поэтому наверное нас запустили а если у вас однократная виза то скорее всего вас могут не запустить но по крайней мере если вы будете съезжать в турцию в болгарию с турции то скорее всего вас не запустят с вероятностью 99 процентов потому что вы именно открывать визу должны шенгенскую в шенгене а не в болгарии то есть чтобы попасть шенген вы не можете заехать ну грубо говоря в румынию и в румынии открыть свой шенген и если однократная виза наверное тоже это правило не действует то есть вот вот для этих стран болгария румыния может быть здесь еще какие-то есть страны которые именно пускают к себе по шенгенским визам то есть нам как для казахстанцев нужно иметь визу вообще по идее в румынию в болгарию но из-за того что у нас есть шенген мы заехали сюда по шенгену я тоже насчет это чуть-чуть переживал пустят вообще не пустят и как бы пустили но теперь еще надо будет выехать из румынии заехать в болгарию а там уже турция там уже попроще будет и там все проще и проще в грузии вообще легко в россии тоже легко ну а в казахстане мы уже дома грузии кстати мы можем находиться по моему с 365 дней в году если я не ошибаюсь это единственная страна для казахстана которая но настолько гостеприимна что таких стран вообще нет на втором месте наверное как бы это неудивительно не звучало идет америка потому что если вы получаете визу вам ее дают на 10 лет и вы можете там полгода жить это почти вид на жительство это почти то же самое что в турции по сути потому что в турции казахстанцы тоже могут жить полгода в году въезжаем на магистраль а нет это на магистраль туда дорога но мы наверное здесь тоже где-то проедем кусочек по магистрали здесь уровне мы не магистрали стоит всего лишь три евро но он у меня попросил почему-то 4 я говорю вот что везде написано 3 евро в этом в квитанции тоже написано я эту виньетку покупал прям на границе он говорит нет типа из-за курсовой разницы из-за обмена 4 короче я думаю ну ладно бог с тобой 7 дней она действует эта виньетка то есть 7 дней можно ездить в принципе это очень удобно и по цене даже еще меньше чем в казахстане получается дороге я думаю это связано с тем что уровень жизни в румынии не такой высокий как в европе потому что в европе 3 евро может стоить 10 километров или там даже где-то в каком-то другом месте по какому-то туннелю там 500 метров может проехать там 3 евро будет стоить поэтому здесь 3 евро это просто чисто символическая какая-то наверное плата я думаю европейцы построили здесь дороги магистрали а за местное они просто собирают таким образом друзья еще если вы будете ехать вот с этого города который я вам сейчас показывал сторону города бран там тоже есть замок вы будете проезжать эти с левой стороны есть такой большой дом он похож на замок но на самом деле это не замок это отель и в общем агентство по банкротству его конфисковала и они готовы его выставить на продажу на самом деле очень хорошее место такое транзит на для транзита вообще классное место и то есть они хотят инвесторам продать чтобы инвесторы здесь сделали отель вот на берегу реки out а вот здесь вот я вчера еще заметил рыбаки рыбачат прям у лодки привозят и у них рыбалка здесь полным ходом идет прям заезжают туда на машинах все как у нас еще один городочек он капец какой милый тут прям у них все тоже вычищено вылизано еще они сделали вот такие вот клумбы из березовых столбиков и посадили на них ну в общем расставили по всей сколько мы едем через эту деревню здесь на 2-3 километра повсюду на каждом углу стоят клумбы с этими березовыми стойками из цветочками капец вообще не похоже наверное даже в европе мы такого нигде не видели не но у них есть как бы тоже такое но вот чтобы прямо такие вот поделки из прям всем украшено все так красиво и в таких местах много отелей делают прямо в домах люди большой коттедж они там внутри делают ну отель какие-то гостевые дома такие наверное любая страна она именно вот познается в таких вот небольших городочках маленьких каких-то деревеньках вот он называется сам сам бата де сус этот городочек или деревня очень много здесь выращивают вообще румыния это безусловно аграрная страна исторически и у них здесь цены низкие на на вот эти все продукты которые они здесь выращивают и в общем мы теперь проезжаем с другой стороны карпата вот они у нас теперь справа мы вчера пересекли по военной дороге вот по вот этой вот самой живописной самой красивой как я там ехал плевался кто бы знал особенно на самом верху там вообще такой тупняк и мы попали туда в воскресенье и как бы сезон еще плюс ко всему и в общем если бы я знал я бы наверно туда не поехал но там конечно были классные такие эмоции в виде медведей там прям на дороге и сама по себе дорога красивая но у нас начало просто топливо заканчиваться и в туннеле мне машина пишет типа уже все м терифил и я думаю если мы сейчас еще в туннеле встанем будет вообще капец а гибрид и он не любит когда у него кончается топливо у него если кончится топлива и разрядится батарея он но может потом вообще без помощи сервиса не поехать и не так просто что там взял заправил поэтому следите всегда за зарядом батареи и за своим топливом и вообще ну нас короче говоря спасло то что мы катились потом самого верха мы прямо до заправки докатились накатом и мы как докатились у нас батарейка заряжалась и где были плоские участки я просто проезжал на батарейке потом ну грубо говоря мы там 30 километров наверно проехали и я практически не потратил нисколько топлива но его собственно там и не было вообще там может пару литров было может 5 максимум ну хотя с другой стороны здесь 5 литров на 100 километров хватает поэтому ну там очень мало было топлива уборка территории вы чистят они реки вот в этих местах прям очень чистая румыния мы были на территории транссервании и сейчас наверное через горы если мы переедем назад мы опять вернемся на территорию валахи вот еще леса тоже деревенька вот у них здесь арык вода течет ну круто если сравнить с нашими аулами у нас как бы тоже есть такие аулы где там в предгорья но прямо этот вообще конечно такой интересный чистенький ухоженный дома тоже все таки аккуратненькие машинки все стоят но уровень жизни не такой высокий как в европе конечно потому что машины все в основном старые но все равно как бы люди ездят на машинах пытаются нам здесь много городов деревенек вот себе с себе 6 примерно на расстоянии наверное 10 20 километров тут максимум раскиданы в румынии очень плотно все и что хотел вам еще сказать вот сколько мы едем по европе и сколько мы едем по венгрии по румынии постоянно постоянно в турции все то же самое постоянно здесь вот интересные всякие разные истории и все они сходятся к одному что у человека была какая-то власть были деньги богатство еще что-то было и в общем он либо этого лишался быстро либо там закат империи относительно быстро проходил либо все и вот это вот все власть деньги за что люди так хватали сдержались из-за чего они там проводили какие-то страшные события то есть диктатура тирании то есть это все человек шел к власти шел деньгам по головам как правило и то есть политические какие-то репрессии проводил и то же самое вот здешний тоже местный президент николай чеушеско или кто он в общем правитель он тоже думал построю дорогу построил военную дорогу из бухареста там серпантин почти 150 200 километров думал что сможет сбежать через карпаты в итоге он сел вертолет этот вертолет посадили там под угрозой с того что его собьют или там еще что-то как-то на бронетранспортере его на бронемашине везли в итоге везли везли и короче говоря он думал убежит в итоге не убежал его привезли в суд и там суде в этом расстреляли после суда вместе с женой и вот сколько мы едем сколько каких там императоров сколько не было обычно в основном вся вот эта история она заканчивается как-то плачевно либо империи заканчиваются либо еще что-то это все как-то вот заканчивается вторая мировая война тоже гитлер почти всю европу захватил уже почти дошел до москвы до волки дошел и все тут его развернули и убили вот вот история человек шел хотел захватить весь мир там или еще что-то все вот эти македонские все 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 империи римские империи византийские империи крупнейшие вообще величайшие венеция какая крупная была посмотрите что сейчас от венеции осталось венеция практически номер империя тоже была свое время номер один в мире там какой-то короткий промежуток времени она прям диктовала и риму диктовала условия выставляла и вообще всем османская империя какая величайшая была все это вот закончилось все по-другому сейчас люди живут теперь америка диктует как кому жить хотя по сути америку выходцы из из венеции откуда там этот колонн откуда из италии из италии он был колон был из из италии на самом деле родом был и и в общем колон открыл америку по по наводке по приказу испанской из испании и в общем теперь как бы вот америка у нас правит миром на самом деле испания тоже была когда-то и все это вот как-то циклично все это меняется все это проходит то есть все проходит пройдет и это и наступит когда-то момент я к чему это хочу сказать что когда-то и америка будет не такой могущественной как как она могущественная сейчас потому что ну исторически если мы обратимся к истории то все это режимы все падают валюты падают и если допустим доллар или евро сейчас свободно конвертируемые валюты такие мощные валюты то из но европейский то я думаю все равно этому наступит когда-то конец но конечно из исторически европа она сколько почти две тысячи лет существует и как бы но здесь до сих пор как бы да есть какая-то более-менее такая власть особенно вот если мы возьмем странные наверное вот далее испанию ну германию конечно же германские племена они даже римляне не могли с ними справиться на самом деле и и конечно исторически германия существует очень долго вот это вот гнезда мы много видели аистов но на самом деле аисты они и в украине живут и наверное в россии можно встретить красивые места здесь есть сухая трава но но немного вот в словении прям там все было зеленое и дожди шли но здесь тоже по всей видимости тоже дожди бывают потому что очень много зелени особенно возле гор вот с правой стороны это вот у меня такое ощущение что я куда-то еду из алматы в горячие источники потому что справа горы а туда вниз как бы копчега условно говоря и здесь тоже примерно такая же территория такая же погода такая же территория ландшафт и таких пути встретили мост но он очень старый и такое ощущение что его тут потихоньку уже начали разбирать на металл в румынии у них тоже бывает всякое вот такие ландшафт и горы мы туда едем смотреть решаем вот это вот значит знамку который в котором якобы шел граф граф дракула на самом деле нифига он здесь не жил это просто туристическое место раскрученное и вот опять начинается здесь пробка 500 метров даже на километр вот такой вот затор люди не движутся и я подозреваю что несмотря на то что сегодня понедельник все равно все пошли смотреть эту достопримечательность потому что сейчас лето сезон и в общем люди все туда едут парковок опять же нет есть какие-то частные парковки люди бросают машины как попало и что мне все меньше и меньше нравится румыния вот с этими вот пробками туда еще вот стоит 11 евро в сам этот замок и граф дракула там не жил до людям конечно интересно вот так вот посмотреть что там за замок тем более тут еще наговорили вот и граф дракула здесь шилл людей пил кровь все такие ромба здесь вот такая у них архитектура тоже все свои дома строят похожие на замки я думаю это уже современное строительство но они выдерживают вот такой вот стиль интересный еще здесь сделали светофор чтобы пешеходы переходили вместо того чтобы сделать мостик здесь какой-то надземный пешеходный переход они сделали светофор из-за этого все останавливаются а люди собственно переходят вообще там где они хотят они насчет этого не заморачиваются просто мега какое-то туристическое место повсюду палатки что-то продают я думаю цены здесь скорее всего будут выше и так вот они собственно цены за вход и там проверяют 60 лей стоит вход еще у них сохранились вот такие старенькие домики в которых раньше люди жили но чем-то похоже вот на хутор какой-то в украине и там тоже такие хаты были вернее есть и очень похожа на вот одна и культура и строение все вот это похоже это вот местная деревенька одежда очень похожа потом вот эти все поделки украшения это все похоже на украинское них тоже все поразмывала все речки водой поразмывала и они сейчас это все восстанавливают в общем здесь есть еще смотровая площадка но туда подняться можно только пешком посмотреть со стороны этот замок и наверное я никому не буду рекомендовать это место потому что она мега мега такое туристическое и туда чтобы близко подойти даже нужно оплачивать перед нами разочарование в румынии это вот этот вот замок якобы в котором проживал граф дракула на самом деле это замок он просто здесь был построен потому что здесь проходили торговые пути и он был здесь как таможенный пост таможенный пункт такой форпост укрепленный и просто очень много легенд кто-то говорит что он приезжал сюда пару раз кто-то говорит что он любил здесь рядом с этим замком охотиться кто-то говорит что его там пытали в подвале короче понапридумывали а люди едут и начинают здесь искать себе парковку начинают здесь платить за еду и в общем оставляют здесь деньги и поэтому я не вижу никакого смысла вообще сюда ехать не знаю может быть мы что-то не увидели и причем здесь у них парковка где-то вот бесплатно где я сейчас вам начал снимать только что где-то 5 лей стоит где-то 8 лей и в общем цены вот вот такие вот вот справа стороны будет замок и все люди как выйдут туда на узкую улочку ну не знаю мне кажется там вообще ничего интерес причем они сделали там пешеходный этот переход светофор специально они здесь ходят вот так вот руками машут ну уберите тогда светофор этот величие не знаю даже вот они идут на красного светофора им красной а они идут причем и те возмущаются и пешеходы которые нарушают возмущаются и водители возмущаются в общем тур дом летом вообще здесь нечего я вот постоянно вспоминаю вот этих вот канадцев которые мы встретили в турции которые приехали на американской машине они говорят европе вообще нечего делать летом вообще потому что здесь помимо того что румынцы приехали еще и половина европы сюда приехала на этот замок смотри а мы приехали потому что мы мимо просто проезжали если бы мы мимо не ехали я бы наверно даже не узнал бы что к румынии никогда там хотя бы медведи нас как-то развлекали сидели на дороге а здесь вообще ничего нет и в общем ожидания реальность вот вам пожалуйста я сейчас поставил следующую достопримечательность там еще есть один замок говорят что он типа очень красивый один из самых красивых замков ну там пробка на 45 минут а это значит на час пробка вот с немецкими номерами я когда такое вижу 45 минут сидеть в машине ждать пробка я сразу хочу уехать в болгарию я хотел вам рассказать о беспредельных водителях фур вот на таких вот узких дорогах в румынии я думал мне показалось когда мы сюда заехали нас оказывается на самом деле они здесь просто какие-то ну неадекватные по крайней мере потому что вот здесь вот такая улочка вот обгон запрещен здесь полоса сплошная а он мне сначала сигналил я ему показал поворотником ну если хочешь обгоняет а впереди машины у меня обогнал обогнал потом начал впереди меня кому-то сигнать и вот он едет у него 15 метров вот эта фура гигантская здесь узкие улочки ограничения по обгону ограничения по скорости а он едет и обгоняет и это не исключение это правило то есть в румынии они вот здесь вот так вот ездят и вы будете ехать по трассе по магистрали там у вас будет вы будете допустим 90 100 ехать он вас догонит на круизе и будет вам сигналить то есть он не будет вас обгонять он будет вас подгонять я считаю что это вообще огромный минус и но это говорит о культуре по крайней то есть вы когда общаетесь с людьми где-то на улице это одно а когда вы едете и каждый там своей машине это совсем другое и вот эти вот люди они здесь особенно водители фура не здесь просто ну сходят с ума вот он сейчас разогнался а там спереди него машина он их как будто бы не видит он будет тормозить или сигналить будет или обгонять будет вот на таком участке дороге узеньком в общем учтите это он даже в россии в казахстане я такого не видел и вот как бы это фура задницу не рвала мы все равно с ним постоянно встречаемся либо где-то на каст на кольце либо где-то на перекрестке и вот я конечно понимаю что с высшим образованием никто на фуре не пойдет работать тихонечку подъезжаем к нашей достопримечательности следующий вот навигация здесь показывает 20 минут до этого она показывала 40 там было примерно 5 или 6 километров и люди стоят здесь действительно несмотря на то что эта трасса единственная которая проходит через ущелья и других аналогов никаких нет никак туда не объехать никак не проехать а нам бухарест именно вот как раз таки куда надо потому что я думал мы с той стороны заедем и как бы по кольцу туда вернемся вот и что-то мне подсказывает что там просто тупо стоит опять светофор для пешеходов и этот светофор полностью трасса устанавливает из-за этого здесь на 8 километров у них пробка приехали к замку кантакузиа в румынии и примечательно то что здесь снимали сериал первый сезон венстей netflix здесь снимали именно вот когда ее сюда привезли когда она плохо вела она еще отсюда хотела убежать в общем это ну типа естественно в фильме не замок а академия как она называет акадения в общем короче говоря их здесь учили колдовать и так далее всякой разной такой ерундой заниматься я не знаю там сколько стоит вход но мы наверное не пойдем туда потому что нам надо еще один замок посетить и в общем это наверное пожалуй одно из самых удивительных мест которые мы здесь встретили красивый замок но на самом деле там сериале у них рядом такой город был плоский но чуть по-другому это все конечно выглядела не помню был вот этот водопад или нет но в общем конечно же этот сериал он дал большой толчок этому замку и вообще этому региону то есть из-за того что именно этот замок выбрали здесь снимать и в общем теперь все сюда едут у венсты и венсты и венсты и венсты мы приехали вечером чуть меньше людей а так вообще конечно же пробки были большие прям вот здесь прям так и написано что это замок в котором съемочная площадка венсты и там тоже написано венсты и 140 лей 75 и туда и туда и вот через час начало всем пойдешь чё друзья удивительно то что вы должны заплатить деньги если вы их там хотите фотографировать внутри 600 лей это 60 в тенге 150 евро чтобы там фото видео делать внутри а так вообще нельзя здесь на самом деле такая красивая природа и там деревушка есть но вот эта деревня она не из фильма я так думаю потому что там из фильма у них как-то все это вроде как в америке что ли было еще когда какая-то там такая плоская была территория площадь а здесь горы повсюду горы и вообще не ровно все не горная местность то в фильме было другом лесу не в этом лесу да здесь можно вам в любой день рекой зайти лес там будет куча и медведи и оборотник кого угодно вот так вот чисто случайно мы вообще попали сюда просто мимо проезжали вот собственно вот этот замок и еще там у нас на пути замок бележ есть а между ними населенный пункт такой большой здесь супермаркет и банки ну такой современный я думаю то что здесь снимали этот фильм после этого конечно сюда хлынули туристы и но очень много он этому региону при принес то что именно люди хотели приехать ему было интересно потому что сериал свое время был очень популярным и естественно и конечно же люди захотели приехать особенно европейцы им вообще легко и просто как бы попасть сюда и поэтому здесь толчок получился большой в плане развития и в плане притока вообще денег и конечно же ему магазины вот эти туристические все начали работать и ну и вообще все что с этим связано на квадроциклах тут катаются и ну и пошли деньги поэтому и пробка то есть сюда попасть пробки нужно постоять отелей толком нет проехали вот этот поворот на этот замок проехали вот этот городочек который я вам показывал и все пробка закончилась то есть 8 километров она длилась вот только до вот этого поворота до этого замка а там потом уже вроде бы нормально идет но я думаю перед тем перед тем замком куда мы едем там скорее всего тоже будет такая же ерунда тут еще монастырь есть но я думаю здесь территория богатая на всякие разные достопримечательности потому что красивые места такие и но в свое время я думаю много кто здесь жил следующая наша остановка следующий наш замок здесь он построен в лесу очень много машин с украинскими номерами и это здесь платная парковка написано ну вроде бы никто деньги не собирает наверное вечером бесплатно и примечательно то что этот замок он был построен не для обороны а он был просто для кайфа построен в горной местности в такой в лесу здесь речка по моему ее тоже облагородили там каскадами я смотрю течет вода по всей видимости это сделали вот так ступеньками чтобы она красиво текла чтобы были водопадики и в общем это очень молодой замок есть еще один такой замок в германии и этот замок был построен просто для того чтобы в нем этот король карл который устроил он просто кайфовал здесь ходил гулял просто для умиротворения для для какого-то своего в общем себя потешить я никакой функции особо он не выполнял как крепость или там еще что то то есть он был просто просто как развлечение как ferrari короче дорога к нему ведет ветвистая красивая но никаких нет намеков на то что здесь в общем могли они от кого-то обороняться или еще что-то там просто вот с балясинами такой заборчик и сам замок он не простой замок он у него очень много окон и он был с электричеством с водопроводом и еще там крыши раздвигалась то есть на то время это было капец как круто а сейчас это просто здесь такая достопримечательность здесь лисица бегает как старые добрые времена но мой лисиц много видели сбитых очень много было лисит вообще по европе и в италии мы видели где мы их только не видели этих лисиц на лисиц ой там двое у них там у них там у них там что-то происходит ресторан бар рядом тоже в таком же стиле и в общем гостиница это и там есть еще один отель тоже ниже где мы припарковались ну в общем как минимум две гостиницы два ресторана два бара здесь и что круто что вы можете прям к этому замку прям вплотную подойти можете его сверху рассмотреть сбоку еще откуда-то за этими посмотреть которые носятся здесь рыжие лисицы удивительно то что этот замок когда его устроили потратили около 130 миллионов евро на сегодняшние деньги и в общем и в итоге когда этот замок ну уже после войн после всех вот недавно уже когда его начали то есть этот замок конфисковывали у хозяева забирали потом назад отдавали и в общем в итоге его вернули собственность государства и хозяину всего лишь 30 миллионов выплатили а на самом деле конечно же он стоит больше потому что здесь только вот стоит 10 евро и получается они полмиллиона получается каждый год приезжает 100 туристов то есть они делают 5 миллионов каждый год только на туристах минимум еще здесь вот есть вот такие вот домики это скорее всего тоже а это музей ну в свое время я думаю они выполняли роль играли каких-то может быть для гостей домиков или еще что-то но здесь вот вообще нет ни заборов ничего то есть все открыто и здесь просто король просто приходил гулял все что-то делал в общем развлекался санаторий это у него такой был и территория очень большая вы можете зайти вам не обязательно заходить замок просто здесь как по парку можете погулять большая территория много тропинок все вот так вот вы мужчина брусчаткой здесь короче куча в общем инфраструктура если вы сюда приедете прям можно на машине вот так заехать и жить здесь ходить гулять по ресторанам классное место пожалуй вот вот это и замок дивенсды снимали мне больше всего в румынии понравилось а все остальное так себе может быть мы еще чего-то не успели застать пушки еще ну и замок красивый в германии тоже есть таком стиле замок который именно использовался ну просто так вот не для укреплений из возле первой парковки есть еще тоже бар отель ресторан все такое есть тоже рядом с этим замком очень много инфраструктуры много отелей много всего такого интересного то есть если приедете в этот замок обязательно здесь еще найдете чем себя можно занять где здесь можно еще погулять по променаду в этом регионе то есть они здесь прям молодцы конечно в этом плане и очень чисто но готовьтесь что днем скорее всего будете стоять пробки потому что здесь вот так вот заезжают и все начинают притормаживать начинают тупить потом если еще произойдет дтп или еще чем типа этого тоже это все встанет и вот сегодня здесь была часовая пробка сюда а сейчас ну мы вроде бы нормально едем но я думаю это связано с тем что идет дождь и просто никого нет и никто сюда не хочет ехать а так в принципе здесь красиво даже вот торгово-развлекательный центр по моему есть до кэрфур маркет есть обменные пункты ну все аптеки все что вам может понадобиться мы сейчас тут остановились покушать я не знаю что у них со цены в общем два стейка вот этих больших с хлебом с булочкой стоит 800 тенге всего лишь это полтора евро и вот здесь вот цены на кофе это кофе 200-300 тенге самое много стоит в аппарате это даже цены меньше чем у нас в алмате найду и вообще на все это вот рядом с супермаркетом какой-то супермаркет здесь я не знаю какой кау лэнд и в общем вот так вот они здесь живут вот так вот этот город называется комарник комарник от слова наверно комары и в общем мы сейчас еще я я честно говоря я думала она ошиблась мы зашли в супермаркет купили морожено она тоже там стоит в аллее это но по сути 300 тенге у нас в казахстане таких цен нет ни в одном супермаркете вы не купите за 200 тенге морожено но по крайней мере такой который мы купили и возможно у них здесь регион какой-то или еще что-то но у них цены здесь вообще очень низкие и на мясо и на вообще на все намного ниже возможно это как-то на государственном уровне у них здесь контролируется очень низкие цены для вот этого самка где было много людей я вам первый показывал покупали там закуски покупали сэндвич и сосиски такие большие и в общем кукурузу купили за 10 лет то есть там были цены не знаю почему такие высокие возможно там из-за того что туристическое место или еще что-то но вот здесь вот мы заехали в этот супермаркет здесь все значительно меньше стоит во первых во вторых естественно как бы туристов нет и я не знаю почему это так прям для меня загадка с учетом того что граждане румынии они могут без визы заезжать евросоюз но европейцы соответственно тоже и в общем у них прям здесь это интересно так все происходит и чё я хочу сказать что в туристических местах лучше ничего не покупать потому что там цены они получаются ну где-то как минимум в пять раз выше чем вот где-то вот в обычном вот таком месте не туристическом приехали еще под занавес вечером посмотреть еще один замок но он очень маленький как коттедж и в общем мне никак покоя не дает мы сейчас еще купили курицу целого цыпленка такого небольшая курица гриль цыпленка гриль с картошкой с кока-колой по моему там еще что-то было а еще соусы и в общем это 1200 тенге стоило нам вот в этом же магазине где мы стоять купили я первый раз думал она ошиблась оказывается у них просто невероятные какие-то цены низкие именно вот в этом месте рядом вот с этим замком недалеко и для меня это загадка как как такое может быть может быть у них изначально как бы невысокие цены магазинах и они просто там за какие-то копеечки работают и у них получается так сделать вот пожалуйста но он очень маленький я думал он на фотографиях просто так выглядит а он на самом деле очень маленький и еще и у румынцев получается беспрепятственный въезд европу то есть через гражданство румынии получается можно получить открыть себе доступ в европу вот этот замок который только что я вам показывал он был построен в общем одним мужчиной одним человеком в память о его дочери которая была больна раком но и умерла по всей видимости решаем границы болгария румыния румыния и болгария и в общем мы тут сначала значит должны мост пересечь который стоит 3 евро через реку дуна и кстати река дуна и является единственной рекой в мире которая объявлена в общем международным за международной зоной митра нейтральными водами как типа океане еще где-то так вроде бы пока проезжаем я не удивлюсь что здесь даже и кпп никаких не будет потому что а 3 евро мы заплатили только что за проезд моста и там в общем очень никакой не было вечером решили уже нигде не останавливаться нигде не ночевать хоть там и в принципе и было много площадок где можно было заночевать но мы решили уже раз мы уже здесь мы сейчас перейдем границу и я заправил полный бак не знаю зачем я это сделал вернее я это сделал потому что мне люди на заправке сказали что якобы в болгарии будет топлива стоит больше но что-то мне подсказывает что они ничего вообще не знают и они виньетку здесь покупали а говорят там можно купить и короче говоря непонятно где что надо делать в в общем одни говорят там тоже можно купить и другие говорят не знают короче говоря вот мы едем по мосту я думаю он здесь наверное километра или может быть даже два будет очень широкая река оказалась и сколько длина этого моста он очень широкий неудивительно то что они берут плату за проезд потому что реально широким длинный мост ну на самом деле не так много людей там 10 человек максимум три ряда и уже написано республика болгария у меня такое ощущение что у нас сейчас болгарии перестанет роуминг испанский работать только что мы прошли в общем обе границы минут за 20 наверно за 30 из-за того что там еще подъехали автобусы нас согнали там в две очереди мы купили виньетку онлайн это оказалось выгоднее наверное даже чем на заправке покупать вот так наверно стоит 283 лефа лефа король лефов и вот это уже территория собственно болгарии второе шоссе 13 лефов стоит страховка и в общем мы прошли границу там два окошка люди сидят эти сидят пограничники рядом друг с другом и передают я отдал паспорт румынцу румынск румынскому пограничник он не все проверил печать поставил все зарегистрировал машину все проверил и тут же вот так рукой прям болгарскому передал и все уже мы проехали и тому же но сами уже начали на русском разговаривать то есть чем дальше мы туда едем тем уже ну вот начиная с болгарии наверное уже и менталитет будет прям но уже в румынии чувствовалось короче говоря мужа в болгарии за проезд по мосту можете в в румынских леях заплатить 15 будет это будет чуть выгоднее либо можете в евро заплатить и в принципе ну вот мы прошли в час ночи в принципе как бы все быстро четко понятно и ни единого вопроса нам вообще никто не задал мы когда подъехали по граничнику я говорю здравствуйте он говорит здравствуйте не спрашивал сколько машин пассажиров в машине и спрашивал чего везете не везете вообще ни одного слова не задал ни одного вопроса просто так на мне посмотрел бегло и все на пассажира даже не смотрел ну и второе тоже также в принципе все очень четко быстро и и вручную они по-моему там реквестрируют номера паспортов вот это все вручную забивают поэтому чуть дольше но в принципе быстро прошли и вот уже мы на территории болгарии до стабула нам осталось 560 километров в принципе мы можем сейчас поехать и утром уже быть в стамбуле но я думаю мы наверное хотя бы одну ночь проведем или две ночи в болгарии а может уже завтра или послезавтра поедем в стамбул вчера ночью оказались в болгарии 16 республика советского союза она так стремилась оказывается попасть в советский союз дважды пыталась попасть но у них это не получалось и вот хайландер такой же видите точно такой же проехал на стандартных колесах такого же цвета тоже гибрид так он примерно выглядит у меня чуть-чуть выше он за счет того что колеса больше и за счет того что увеличим дорожный просвет первое что в здесь болгарии бросается в глаза это то что они здесь не гоняют ну по крайней мере вчера не гоняли а сегодня вот уже 60 и вот они куда-то смешат какие вот здесь дороги если это можно назвать дорогой чем-то напоминает уже больше наши дороги где-то в казахстане или еще чего-то или в россии причем дело в том что почему я их ругаю эти дороги потому что они взяли у нас 6 или 7 евро за виньетку и как бы эту виньетку обязательно покупать для всех дорог то есть у вас нет выбора вы как только оказываетесь на территории болгарии вы обязаны купить эту виньетку либо онлайн но онлайн лучше всего либо еще как-то либо там на заправке где-то можно купить и в общем она стоит больше чем в румынии но в румынии дороги мне показались получше там магистрали у них были пошире и не знаю может мы просто едем по какой-то дороге вот это просто второе шоссе и 70 да и 70 это считается международное шоссе которое ну европу и которая в турцию туда уйдет потом и вот бам-бум-бам-бум вот эти стыки постоянно а до этого мы ехали прям волна была страшная и в общем вот здесь возле границы с румынией вот такая сухая почва в румынии было намного больше зелени и но видно сразу что уровень жизни наверное будет пониже чем в румынии и страна входит в шенген советский союз хотела войти два раза не пустили теперь она в шенгене и офель вернее в евросоюзе да и хотят пасть хотели сначала советский союз теперь хотят шенген вступить ну что я могу сказать мы едем на побережье потому что у них здесь очень бюджетные отели там на побережье я вообще честно говоря не знаю зачем болгары приезжают в турцию много из болгарии приезжает людей в турцию у них здесь как бы свое все тоже нормально но они приезжают вот зачем-то ну наверное ради путешествия или еще ради чего-то много мусора на дорогах особенно вот таких вот местах остановочных и придорожного сервиса очень мало если карман есть то он без туалета без ничего и ну в общем так здесь скудненько в этом плане после европы конечно когда сюда попадаешь сразу чувствуется разница и по дорогам и по придорожному сервису и все причем они деньги хорошие берут вот слева был карман и все мусором засыпано вот здесь тоже справа кармана и вот люди останавливаются там что-то свои дела делают и мусор бросают венгетку покупать нужно обязательно сэкономить на этом у вас никак не получится и страховка у вас должна быть но у нас как бы европейская здесь страховка работает и виза тоже шенгенская работает здесь то есть болгарскую визу не нужно получать если вы сюда едете с шенгеном и покупайте обязательно эту венгетку потому что везде камеры во-первых во вторых передвижные посты с камерами тоже стоят то есть сэкономить никак не получится товар на 130 километров и вот я чем больше здесь еду тем больше убеждаю что вообще никаких дорог абсолютно нет и вот мы уже проехали нормально километров 70 может быть 100 почти и вот все дороги у них вот такие вот либо волна либо вот эти вот трещины выбоины либо еще что-то и дороги узкие то есть магистрали здесь только две наверное из софии варну и обратно и может быть еще что-нибудь а вот какие-то вот такие вот города которые вот здесь рядом с румынией где-нибудь может быть рядом с греции не знаю не знаю я мне еще предстоит это посмотреть но вот я вот так еду вот если вот глаза закрыть и открыть и просто мне спросят где где еду я наверно скажу что если я не буду знать что здесь еду я наверно скажу что это снг какое-то бывшее стоит топливо меньше и но виньетка и страховка все здесь на месте если покупать меньше стоит я имею ввиду если вы едете из румынии в болгарию нет никакого смысла заливать там полный бак я вчера стоял разговаривал на заправке с людьми они то ли ничего не знают то ли ничего не понимают неизвестно короче они говорят да типа в болгарии стоит топлива намного больше либо они перепутали сказали хотели сказать что типа здесь больше либо они подумали что там в италии сколько стоит сколько у них стоит в общем они какие-то такие все потерянные и в общем я на всякий случай залил полный бак но у меня там как бы было больше пол половины я там принципе немного залил наверно долларов на 50 максимум но и в общем если вы едете в болгарию то лучше топливо заливать в болгарии соответственно если из болгарии едете в румынию тоже топливо лучше заливать в болгарии чем в румынии потому что здесь она меньше стоит и вы просто ну хоть хотя бы какие-то деньги сэкономите но у вас если большой бак там 100 литров можно нормальные деньги сэкономить вообще в целом я думаю не знаю я здесь был в 2000 и наверное но лет десять назад и не болгария не показалась вот такой угрюмой какой-то унылой может быть мы сейчас поедем на побережье туда в туристические места может быть там будет поинтереснее возможно здесь просто такая такая такие ландшафты и ну и как бы вообще здесь мало людей поэтому здесь все так сейчас узнаем в общем друзья вот полицейская машина и эта машина либо на скорость то есть проверяют водители либо на наличие вот это виньерки для меня до сих пор загадка за что у меня взяли деньги потому что здесь ну просто дорог нет вообще никаких абсолютно и ну как бы 6 евро это такая существенная сумма мы весь казахстан проехали за 6 евро и как бы по нормальным трассам по бетонным папа хорошим по современным таким а здесь вообще нифига нет я не беру деньги за все дороги то есть вы не можете никак объехать типа как по каким-то магистральным или еще что-то я не знаю зачем это они сделали видимо у них денег не хватает даже содержать вот эти вот дороги которые просто вот обычные неплатные и видимо они для того чтобы как-то поддерживать чтобы они вообще не развалились нафиг они вот так вот собирают но мне что-то подсказывает что деньги не идут в нужное русло потому что поток машин очень большой с европы очень много машин идет в турцию ну и вообще то есть болгария она как такой пункт как хаб вы можете в принципе из европы в альфию попасть по сути но в россию там еще куда-то и из бургаса были на кавказ раньше корабли даже ходили я не знаю сейчас ходят или нет и в общем много машин ездить но дороги очень плохие я вот даже как бы хочу разогнаться можно здесь разогнаться но больше 70 вообще тяжело ехать потому что она ну вот вроде бы на камеру ровно но она бам-бум-бам-бум вот такая вот вся либо волна в россии даже мало таких дорог а здесь вот прям это исключение правило перед шуменом здесь есть город шумен вот он с правой стороны там где-то остался мы перед ним свернули на а2 магистраль вроде бы они ее называют но она тоже как бы она широкая такая сейчас построена по европейским стандартам но она вся латаная перелатана и все равно слабенькая трасса я в румынии тоже такие трассы встречал может быть в венгрии тоже было парочку таких участков небольших но у них эта дорога основная то есть магистраль она ведет и из вармы в софию то есть это такая типа автобан и вроде как еще есть одна такая и в общем мы решили поехать по ней до побережья до варны и там потом по берегу уже поехать в свой отель что нужно сказать но она здесь да уже получше мне просто надоело там трястись и по всей видимости там еще дорога пошла бы еще пришла и шла бы так 150 сколько там километров я не знаю сколько я короче решил свернуть на магистраль и поехать в сторону берега я лучше буду вот так трястись ехать хотя бы виды какие-то смотреть пейзажи какие-то потом мы едем ничего не видим кроме болей сухих и еще и дорога в подачу плохая ну и возможно здесь до варны сейчас мы быстренько доедем а там потом уже чуть-чуть это получится расстояние чуть больше но хотя бы посмотрим какие у них трассы и побережье еще посмотрим две дороги только вот такие одна из бургаса в софии идет другая из софии в варну ну и по сути не знаю наверно больше у них здесь нету нормальных дорог машины все вот такие вот старенькие volkswagen и там гольф 3 наверное гольф 4 это наверное у нас уже в алмате на таких машинах мало кто ездит а здесь как бы в болгарии это такая распространенная машина то есть уровень жизни наверно даже понише будет чем в казахстане но по крайней мере чем в алмате они здесь любят путешествовать на автодомах очень много с болгарскими номерами приезжают в турцию мы там много с кем общались познакомились еще вот этот город шумен который мы с вами проехали сейчас мимо до которого мы не доехали там находится крепость и там было ну в свое время была русско-турецкая война очень продолжительная один из самых затяжных конфликтов евро европейских между прочим он почти стали 100 лет там 70 лет 60 чем-то лет длилось и в общем вот в этом городе шумен там какая-то проходила тоже битва там есть крепость на холме и шумен можно в принципе отсюда поехать мы туда не поедем потому что мы едем в сторону варны и оттуда якобы даже еще можно попасть на пароме стамбул нам в принципе тут недалеко еще ехать осталось но на пароме всегда быстрее всегда это меньше стоит потихонечку спускаемся туда ближе к морю и уже видно там кусочки варны примерно через 10 километров она будет там уже видно как самолеты туда садятся я приезжал когда сюда лет десять назад мы по-моему как раз вот в варне приземлились если я не ошибаюсь чартерные рейсы были тогда ну и автобус нас отвез здесь на самом деле очень много отелей все включено я помню у нас в отеле был и были краны и вы берете стакан причем эти краны повсюду и наливаете себе сами пиво вино красное белое единственное игристое вино нужно было подходить на бары и там на паре наливали глистое вино либо коктейли делали а так можно было просто подходишь кран наливаешь пиво наливаешь вино пока не опасаешься можете сами видеть в каком состоянии здесь пешеходные переходы вообще вот это вот все обочина дорога все запущено конечно есть бренды представлены у них многие вот европейский декатлон наверное вообще в каждом большом городе представлен в котором мы только были и в общем вот как-то они вот не поддерживают чистоту и траву не подстригают то есть как-то все не знаю запущено и у них вот эти вот бордюры это у нас в алматы любимое дело у наших чиновников бордюры постоянно менять и у них они здесь тоже все покоцаны но они их не меняют видимо в бюджете нет денег на это а у нас как бы каждый год новые бордюры новое полотно дорожное и каждый год они постоянно это деньги отмывают а здесь вот как-то вот бордюры прям совсем и естественно все парковки бесплатные стихийные кто как хочет так и ставит то есть здесь уже вот мешки все вот это базар вокзал ничего я мы вот прям на дороге ничего уж общего с евро с европой это уже не имеет но вместе с тем болгария состоит в евросоюзе хотя такое ощущение что просто по какому-то провинциальному российскому либо казахстанскому городу еду причем варна это не самый маленький город это он в тройку ходит это либо но она на после 100 после софии наверно 2 потом бургас идет то есть это такой крупный ну да я говорю на втором месте он и получается во всей болгарии 6 миллионов всего лишь живет но все равно как бы вот можете сами посмотреть как выглядит варна как там советском союзе говорили курица не птица болгария не заграница вот видите в европе вы такого не увидите чтобы прям куча мусора где-то в городе в таком большом даже по моему в румынии такого не было ну это все ближе уже на к нашему менталитету к нашему вот в казахстане да такое можно просим можно наверно везде в европе вы такое не увидите но почему-то вот болгария она как бы евросоюзе видимо по каким-то политическим соображениям либо как по каким-то еще может быть соображением связанным с военными действиями там с нато или еще что-то много европейских номеров и получается они все могут спокойно заезжать поэтому украина хочет вступить в евросоюз чтобы но просто здесь не было а так как бы здесь и у каждого своя валюта уру в румынии своя валюта в венгрии своя валюта но венгрии это шенген да тут у них на самом деле все спутано запутано в европе вот допустим андора она не входит в шенген но у них евро и в евросоюз тоже не входит как ну да видимо здесь какой-то еще такой квартал промышленный промышленная зона может быть мы просто объезжаем и это окраина но все равно даже вы где бы ни ехали в европе по окраине хоть хоть по какой окраине там конечно такого беспредела творится не будет еще вот эти вот поручни и вот эти отбойники они очень грязные то есть от пыли видимо или еще чего-то когда машина едет особенно в дождь она поднимает много грязи пыли и вот это все пачкается естественно это никто не моет не убирает то есть этим никто здесь не занимается потом вот архитектура можете посмотреть как у них выглядит кто кто что захотел кто на что гораздо то и построил а проезжаем порт про который я вам говорил я думаю отсюда можно попасть и в россию и в стамбул в турцию из варны нам здесь наверное уже совсем чуть-чуть остается поэтому мы наверное этим заниматься не будем прокатимся чуть-чуть по болгарии чтобы понимаете чтобы вы понимали что это страна такая ну в плане туризма для россиян наверное я не знаю вообще есть смысл или нет потому что в россии мы проезжали очень много красивых городов очень много красивых мест и из-за того что она сейчас закрыта ну для иностранцев ну по крайней мере условно то там можно многие места найти вот мы останавливались допустим в самаре там хорошие красивые места да во всех городах там можно было и бюджетно найти и остановиться и прям прилично так все было ну и плюс ко всему с вами на русском все разговаривают это тоже немаловажно варна осталась позади проезжаем по мосту такой город не знаю вот я когда попадаю куда-то в страну или в город я сразу понимаю захочу я там какое-то время провести или нет и это прям сразу чувствуется еще у них очень много полицейских вот так вот стоят здесь потом там дальше тоже была машина гражданская просто с мигалкой и у них прямо это развито здесь если ехать по европе то они там вот вот такие вот как сказать облавы не устраивают раньше такое было где-то в казахстане в алмате потом это все прекратили и запретили просто так людей без нарушений останавливать и вообще даже и нарушения сейчас это все камерами фиксируется а у них еще это вот как-то до сих пор здесь вот едете стоят полицейские ну и по всей видимости конечно же они могут остановить только что мы ехали по дороге какой-то просто кусочек небольшой дороги в целом я не знаю сколько она будет длиться здесь но дорога вот так вот выглядит на 8 километров или 10 километров в общем 100 километров вот такая вот дорога я думал может сверну хоть что-нибудь посмотрю или по нормальной дороге проеду оказывается вот они здесь скорость нарушают но в европе тоже как бы любят поноситься особенно немцы опять оказался черного моря такие позитивные эмоции всегда когда я долго нахожусь на суше и потом в какой-то момент оказываюсь возле моря и я помню когда я ехал по грузии тоже так же долго долго по суше по суше и потом увидел черное море там возле батуми в общем здесь все на русском все понятно везде с вами с вами здесь разговаривают с нами тоже на русском на заправке разговаривают на русском магазинах на русском все понимают что я им говорю отвечают тоже на русском и И, в общем, много здесь машин с российскими номерами, с украинскими номерами. Все живут дружно в мире и согласии. Знаки тоже все на русском, ну, на кириллице. То есть мы понимаем все буквы без исключений. Здесь даже мягкий твердый знак у них есть. Сухо и скудно вообще, и мест очень мало красивых. Мы проехали почти 200 километров. И я не могу сказать, что я прям где-то остановился и сказал вау. Конечно, мы уже зажрались, и мы много чего видели. Одна Испания северная только чего стоит. И, ну, и вообще, и Андорра, да и вообще, сколько мы всего посмотрели. И, естественно, вернуться опять вот как бы в Болгарию, это... Естественно, если вы как бы приедете сюда, может быть, вам с России, может быть... Ну, хотя, похоже, все похоже, что вот в России, что у нас в Казахстане, что здесь. Поэтому, наверное, здесь тяжело чему-то удивляться. Европейцы будут удивляться ценам, потому что здесь вот и Lidl у них есть. Может быть, мы даже, хотя, наверное, в Lidl не пойдем. Здесь можно останавливаться в отелях с завтраком уже с ужином по 50-60 евро. И поэтому нет смысла никакого ни в машине спать, ни продукты покупать, ничем вот таким заниматься. Мы сейчас, так, подъезжаем к какому-то городочку курортному. Бяло вот проехали. И там дальше... Вот я уже море хорошо вижу, и вижу вот пляжи. Пляжи, там прям коса такая. И везде написано, что виньетка нужна. Виньетка нужна, и везде контролируют. То есть вы не получите, не получится никак сэкономить. Я думаю, даже местные, которые редко выезжают, они все равно могут попасться, и, ну, скорее всего, будет штраф. Плюс ко всему, здесь еще пыльно вот так. То есть покрытия нет, машина выехала, там по грунту проехала, и все. И всю эту пыль потащила на дорогу. Поэтому немного грязновато будет. По-моему, осадков здесь давно не было, потому что все пересохло, и температура почти 100 градусов по Фаренгейту. Это больше 30, наверное, 35 где-то вот так вот. Дорога, в общем, вилась-вилась здесь по парку по какому-то. И вот, наконец-то опять мы подъезжаем к морю. Видно там отели было чуть-чуть. Солнечный пляж. Да, здесь, по-моему, еще даже машины останавливаются. Зачем-то. Или это он сломался? Это что он сделал? Он спущенный. А что, можно своркаться? Вот вам, друзья, и Болгария. Смотровая площадка. Они взяли, не просто салфеток накидали, а еще диваны привезли свои сюда, выбросили. Одно из самых красивых мест в этой части. Ну, скудновато, честно, я вам скажу. В Турции в таких местах прям, конечно, все капитально застанно. Вот, пожалуйста, русский центр, ВМЖ, ПМЖ. Если вы получите вид на жительство в Болгарии, вы, соответственно, тоже сможете с болгарскими документами путешествовать по Европе. И вот спрашивается, зачем в Евросоюз, в Болгарии, я вообще не понимаю. Купаться ездить, только отдыхать, загорать. Но они и так же и в Турцию ездят купаться. Какая разница? Не знаю. Очень много вопросов, мало ответов. Вот аэропорт Бургаса. Мы уже въехали в Бургас. И там чуть дальше будет город, в котором мы сегодня поселимся. Ну, не знаю. Я вот сколько еду, мне как-то здесь, наверное, не нравится. Если просто в двух словах сказать. Потому что еду-еду, плохая дорога. Ничего, нигде останавливаться, неохота. Ничего смотреть, распрятывать, неохота. Изучать, неохота. И вот как-то охота просто проехать и все. Вот это Турция, я понимаю, да. Кстати, Болгария очень много лет была под влиянием Турции в Османской империи и так далее. Потом, во время Первой мировой войны, она была за Германию. Россия здесь разбомбила все. Потом, получается, они проиграли. Потом, во время Второй мировой войны, тоже была за Германию. И когда уже подходил конец к войне, и Россия сюда пришла, они говорят, а вы все, мы за вас. Мы же за вас. Именно в Кургасе, кстати, флот стоял, германский флот. Здесь примет фашистский. И Россия, когда прилетели сюда память, а некости уже перешли на антигитлеровскую сторону. Видите, дороги какие? Вот за эти дороги они у вас возьмут деньги. 6 евро или сколько, я даже не знаю. То есть вы за это должны заплатить вот за это. Это даже дорогой сложно назвать. У нас, по-моему, в Казахстане даже таких дорог не осталось. Причем Бургас это третий по величине город. Вот, ну, делайте выводы сами. Да, вот такой вот у нас номер в Болгарии за 50 евро, даже 50 долларов, это меньше чем 50 евро, с холодильником, со стиральной машинкой, вообще со всеми делами. Это, грубо говоря, квартира такая, студия. Ну, немного подуставшая, совсем чуть-чуть. Не могу сказать, что прям совсем, но есть такое, что слабенькое состояние. И 500 метров от пляжа, то есть нужно идти туда, в сторону пляжа, еще 500 метров. Вот. Завтрак и ужин. Включено в эту стоимость. Кондиционер, холодильник, стиральная машинка. Здесь еще можно готовить. Ну, в Европе такой номер, наверное, где-то 80 евро, 100 евро бы стоил в сезон. На берегу, может быть, еще 150 даже евро. Но в любом случае нам, как бы, здесь не нравится, поэтому мы поедем дальше в сторону Турции. Пляж битком забит. Здесь очень много отелей, оказывается, в этом регионе. После Бургаса, вот этот вот город, как же он забыл, называется. Ну, в общем, я вам чуть позже покажу. Приморно, да. И вот здесь вот вечер сейчас уже, 6 часов почти что. И вот все забито битком даже. Вообще желания никакого нету, ни в море идти, ничего. Ну, вода такая прозрачная, но не могу сказать, что прям суперкристальная. Ну, вот тут отошли поближе к камням, чтобы поменьше людей было хотя бы как-то здесь покупаться, что ли. Хотя бы один раз искупаться и уже все. Миссию свою выполнить и поехать дальше. Я думаю, мы завтра отсюда уедем. Потому что мне здесь что-то вообще никак не нравится. Несмотря на то, что низкая цена, но все равно уровень даже до этой цены не дотягивает. Субтитры сделал DimaTorzok